В прошлой программе мы начали знакомство с Сергеем Горячевым, Сержем Альтроомни, который на данный момент отдает свободное время Вогу, танцу больше похожему на персональный перформанс. Пора узнать, как появляются такие таланты и что их привлекает в домах Вога. Нас мама всех троих, у меня два брата еще, она нас всех троих отдавала в танцы и в принципе в какой-то момент мы занимались прям все втроем. Его тоже воспитывали по старым как мир каноном образование, работа, семья и далее по возрастающей. Но при этом никогда не обременяли своими советами в плане творчества. В конце концов, могло ли сложиться иначе, при том, что мама Сергея имела не последнее отношение к одному из самых крупных центров внешкольной работы, небольшого северного городка, где они тогда жили. Было время, когда он посещал около восьми кружков сразу. Он уверен, творческая жилка есть в каждом. Вопрос лишь в том, насколько ее удалось реализовать. Даже откровенные казусы могут стать стимулом для проявления фантазии. И вот мы ботлились, 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 ботлились. И в какой-то момент я ухожу в пол, начинаю уже делать в полу, делаю мах ногами в размножку. И у меня просто трескаются штаны вот так полностью. Ну и, соответственно, приходится мне свести ноги и дотанцовывать все это, ну вообще вот со сведенными коленами. Конечно, хочется больше времени для тренировок и развития. Изучить азы настоящего бога помогают его иностранные – папа и мама. Для тех, кто не в курсе, в мире бог существуют так называемые дома, обозначающие объединение танцоров, которые разделяют общую философию и часто выступают вместе в шоу и перформансах. В России это похоже больше на культуру, в Америке – на тусовку. Но и там, и там – это семья. В этом доме есть там мама-папа, которые как начальники этого всего объединения, да, есть дети. То есть это люди, которым комфортно вместе, которые развиваются вместе, танцуют вместе, тусуются вместе, общаются, делятся, да, друг о друге заботятся. Количество домочадцев, как и в любой семье, разное. Есть дома, существующие с самого начала зарождения бога. Они давно обзавелись отделениями в других городах. Я состою в оригинал, то, что называется, хаус. Это дом, который один из первых. Зато теперь, шутит Сергей, он обзавелся танцевальной родней по всему миру. А еще добрался до крупнейшего в Европе вок-бала, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. С испугу дошел даже до полуфинала в одной из категорий. Это вот мой европейский фраз-папа, который сейчас за наш дом отвечает именно в Европе. Он живет в Швеции, сам американец. Мохаммед Альтреомни, глава Нью-Йоркского дома ВОК, позвонил сам. Не прошло и месяца с момента московского бала, на котором Сергей очень достойно выступил. Видео попало в сеть и очень заинтересовало американского папу. Мохаммед до сих пор обижается на то, что его новоиспеченный ребенок взял неделю на раздумие. Вот, если бы мне так сказали, я бы визжал от восторга и кричал «да-да-да». Я думал долго вступать или не вступать, потому что в России с этими домами история такая, что люди начинают танцевать в ВОК, и они начинают, в какой дом, в дом, в дом хочу, в дом, не понимая, как бы, зачем им это надо. Просто вот клевая приставка к имени, да, то есть там ты был, Сережа Горячих, да, а стал Serge Ultra Omni, и все. Сразу при от этого стал круто. С новым ярким именем не все оказалось просто. Если раньше танец был исключительно удовольствием, то теперь статус необходимо каждый раз подтверждать. Но Сергею очень нравится сам дом, где есть танцоры, которые дают классы в России и прежде всего прямой доступ к информации. История зарождения Бога, конечно, специфична, и тут главное не перегибать. Субкультура с балами, трофеями, статусами и домами давала прежде всего возможность заявить о себе. Отсюда всякие вот эти громкие там имена и статусы, да, что-то там «Legendary», «Star», «Royal», то есть вот все-все-все-все-все вот такое, да. Отсюда там у них «Best Dressed», «Labels», вот это поклонение маркам одежды дорогим, да, потому что когда человек получает 15 долларов в месяц, приходит, при этом может прийти в магазин и потрогать вещь, которая стоит там 15 тысяч долларов и понимает, что ему нужно на нее тысячу месяцев проработать. Наряд для танцора – это вообще как автограф. Он должен быть необычным, своеобразным, не похожим на другие, поэтому одежду зачастую шьют сами. Настоящий богер – это еще и прирожденный стилист. Бал по Вогу – это как соревнование, несколько баттлов в разных категориях по разным подстилям именно Вога. Но при этом, в отличие от, допустим, каких-то просто других танцевальных событий, балы проводятся все-таки, они организуются с какой-то тематикой. Обязательно какие-то требования по костюмам, по образам, по еще чему-нибудь. Главное помнить разные стили, разные источники вдохновения. Вог и вакинг – это прежде всего кино, мода, журналы, глянец, фэшн и театр. На классах всегда проводятся упражнения, когда показывают куски старых фильмов, из которых нужно взять образ и его станцевать. Сергею Горячеву, наверное, повезло с выбором соратников. Так или иначе, почти все они связаны с танцами, даже супруга. Так что в его семье никто не упрекнет мужественного папу в том, что он периодически сбегает на танцы. Их история началась давно. Он приехал поступать в институт и поступил, а на крыльце университета стояла она. Для меня это была, ну, и остается, как бы любовь с первого взгляда. Больше года ни один, ни другой не спешил признаваться высоких чувствов, при том, что оба страдали друг по другу. В курсе на втором Сергей не выдержал и лаконично заявил «либо ты со мной, либо нет». Страстные признания и романтика были уже потом и продолжаются по сей день. Не спрашивайте, как мы все успеваем, потому что может получиться, как сороконожка, которую спросили, как она не путается в ногах. Она об этом задумалась и сразу запуталась. Да, как настоящий перфекционист он бывает занудой и терпеть не может, если вымытые тарелки стоят хаотично не по размеру. Но вместе с этим он умеет хорошо заземлиться и без проблем сделает уборку дома или приготовит ужин. Возможно, их родители и не всегда разделяют точку зрения на воспитание внука, но это их право на эксперименты и ошибки. Чистота геометрии хороша в ВОГе, в семье допустимы разные фигуры. В ВОГе, как всегда, с любой стороны должен получиться нахуй. Наконец-то танцевать и выглядеть хорошо стало модно. Еще бы заняться культурой в рядах тех, кто берет на себя право судейства и ищет в чистом ВОГе трюковость, замешанную на других стилях. Есть крупный специалист в своей области. Хирург-окулист, который делает сложнейшие операции на глазном дне, сетчатку тебе впаяет и все, а его просят, ну давай пульпит мне тут вылечи. Ты что, не доктор что ли? Не можешь что ли? Или что там, давай почечная колика, нужно каменью вапароскопию сделать. Не можешь, вот это не доктор, все, до свидания, вон из профессии. То есть это вот выглядело очень часто вот именно так. Когда танцора, зачем отбирать, то есть одно, вот это вопрос о хоряжниках, да, как раз. То есть им, по большому счету, на все эти шоу нужны многостанночники. Люди, которые могут поймать любую хореографию, красиво ее станцевать. Но тогда надо набирать таких. А набор дойдет по стилям, и при этом стили судят люди, которые в них не разбираются. В своем 30-ти с небольшим Сергей Горячев, он же Серж Альтромни, понял одно. Иногда очень важно дать другим быть другими. И это не всегда эпатаж, а иногда просто точка зрения, стайл и образ жизни. Я пришел к тому, что в жизни надо делать то, что интересно. Без схемы, вложенной социумом, где все, как в Госплане, расписано на 20 лет вперед. Дети, новый холодильник, отпуск, внуки. Своим внукам он будет рассказывать, как после работы зажигал на подиумах и показах, а зал скандировал его имя и удивлялся легкости движений. Редактор субтитров А.Семкин